в этом году у нас появилась надежда была надежда на то что блин можно 11 числа я уже точно знал что у нас будет в серебрянке и собираемся 8 вечера 6 часов вечера я иду с магазина то есть я уже пришел с работы все я переоделся у меня иду магазин чтобы жене предоставить продукты и идти на вечер я с продуктами выхожу все сигналит я тоже там этот самый мы стали с руками с белыми лентами и здесь подъезжает и он берет всех кто просто вот так вот стоял нас начинают избивать запихивать меня положили на пол и на меня положили еще наверно человека 3 самое было жуткое то что они нас били со словами я перестану бить ты скажи сколько те заплатили кто-то вы координат они действительно в верили то есть они бьют кто скажи и просто просто херачили это это не может быть в двадцать первом веке вот у меня такого чувства прямо не было чтобы вот это со мной что меня сейчас унижают мне было неудобно как в какой-то момент да а потом я понимаю что блин тут ребята босса на и стоят там без без этих самых без не без ну без туфель без с разордранными там штанами со всеми у них там причиндалы все вываливаются поэтому я я как все то есть вот на тот момент значит в 14 числа мы поехали бсмп чтобы зафиксировать эти все побои да был волонтер врач который описал ну вот это всем всем не этот сам все написал у меня есть друг адвокат вот у тебя есть сейчас такая возможность просто у меня есть друзья белорусско-хельсинском комитете ты пойдешь к ним я пишешь свою историю я надал им интервью и мне женщина ее сформулировала эту историю мне позвонили говорит слушай вот есть такой сайт the help может быть ты напиши то есть отправим свою историю я ее отправил просто так вот ну просто вообще я даже не думал что я окажусь в чехии что здесь возможно реабилитация что что вообще вообще такое возможно мне кстати жена сказала что она беременна за неделю до моего отъезда игры я никуда не еду хоть нет ты поедешь потому что башку твою надо привести в порядок я получил профессиональную помощь честь я к счастью не получил тяжелый то есть мне не было переломов чтобы мягкий каник сильно полностью там от ног там жопа спина там руки на ногах вот где было больше всего избиений там еще вот это подкожно-жировая печатка она не но не в своей структуре какой-то там изначально с головы было не все в порядке так психологами они сказали когда будет только ваша жена тогда мы с вами встретимся еще раз потому что у тебя одна проблема беременная жена осталась там ты здесь ты все равно выходишь на это и сейчас будет уже уже заниматься когда уже оля здесь мы уже можем с ним встречаться мужа нет я беременна но это было такое очень тяжелое для меня время тяжелая ситуация но слава богу она разрешилась я смогла мне дали визу и я смогла переехать к мужу сирот потерпела у нас весь один массажист который реально на другие 30 дней почао у нас потребовать массажный стол как пробить массажи иншему у кого были травмы допустим на спине на ногах довелось а сдабыть массажный стол невозможно было без работы не ты приезжаешь сюда и в принципе заняться особо нечем и здесь есть живые люди они ходят ты можешь не только не забыть свою практику ночью просто помочь людям для того чтобы где много с такими проблемами где массажный просто не обходить часть людей таких же как и я они имеют свою профессию принципе хотят мне продолжать себя реализовывать поэтому я ищу сейчас здесь людей которые бы мне помогли интегрироваться в это общество если рад учишь чештину я рад учишь чештину я здесь у нас глагол поэтому учить глагол рад учим чештину супер я живу в праге пять с половиной лет и поняла что есть потребность помогать осваиваться здесь то есть создала какую-то вот какой-то такой чат в телеграме между белорусами которые здесь находятся белорусами которые здесь приехали вот так вынужденно не планировали я не преподаватель чешского у меня нету какой-то такой супер сильные базы я просто здесь долго живой поэтому могу могу помочь так пришло что сейчас со мной занимаются вот те кто действительно сильно мотивирован как можно скорее выучить то есть это как для них дополнительные занятия по чешскому нас группа маленькая вот им удобно нравится поэтому я рада что могу быть полезно я очень стараются все большие молодцы очень быстро на самом деле схватывают я хорошо когда люди кооперируются и делают все что могут делать вот в такой сложной ситуации так проси еды интердельник число оцен дико я приехал в принципе во львов по причине того что в прошлом году был на джаз фест познакомился с музыкантами в дальнейшем связался с этими музыкантами объяснил ситуацию они сказали да приезжай без вопросов поможем соответственно определенные запасы финансовые были это мне позволило найти работу уже здесь на другую компанию уже не на белорусском с квартирой мне повезло я сразу же въехал к этим музыкантам которые нас приняли и получается первый месяц жил у них потом уже начал платить за это жилье вместе с ними живя там вторую комнату снимать еще дальше эти музыканты съехали и я остался там жить заключил договор на год это было беля пивденного и непосредственно там жил а потом уже переехал сюда маклеры местные помогли найти квартиру получше и вот сейчас вот снимаю уже практически в центре квартиру по дальнейшем планом что надо ждать покуда с усатым попрощаются а там будет видно уже еще 10 числа был задержан шел от девушки встретили меня космонавты спросили что в портфеле а в портфеле было 5 бутылок хлоргексидина 5 бутылок перекиси водорода и 10 упаковок бинтов с тремя перчатками резиновыми и со словами ты прошу прощения какого лечить собрался отвезли в сизо из окна квартиры видел как 9 числа квартира около стеллы видел как люди массово двигались в сторону стеллы и когда возвращались уже оттуда видел что кого-то на руках там несут кто-то с кровавыми потеками и я по доброте душевной решив что может быть когда я буду от девушки идти домой кому-то по дороге помогу мало ли что после того как задержали получилось так что 15 часов активно любили попытка изнасилования избиения тараном пробивали мимо двери когда нанесли мимо двери вот так вот пробили нос тут же бэтмен образовался после того как сняли штаны уже начали водить вокруг да около но внутрь не проникли вот но и избивали параллельно с этим то есть пятая точка ноги спина в том числе это после того как еще в автозаке берцами и дубинками радовали я лицом в пол лежу на карачках головой держусь и коленями упираюсь выходит так что не могут разблокировать телефон я им говорю код они не могут разблокировать дальше не могут разблокировать снова бьют так несколько раз несколько раз потом посадили на стул сказали ну говори код от телефона а я такой смотрю когда уже посадили это не мой телефон просто был потом они это не твой телефон нет это не мой телефон такие смотрят блин ну да а что у тебя на заставке на телефоне я им описываю что на заставке на телефоне а вот этот вот Да, да, вот этот. Все смотрят, пролистывают, что там, да, как, активист, наверное, какой-то. Казалось, что нет, не активист, обычный белорусский программист. Зараз у меня задача, ведь банка пришел документ, я разбираюсь с ним, чтобы разработчики могли потом уже заработать на фоне этого верные решения для этого банка. После того, как сидел трое суток, попал в нейрохирургию. Во время избиений несколько ударов пришлось в район шеи и три раза терял сознание. Нос, гематомы по всему телу и сотряс. Ну и психотравма, соответственно. В дальнейшем тоже с психологом пришлось общаться, разбирать эту ситуацию. Сейчас уже смотришь на это все как что-то, то, что было. Не хотелось бы такого никому. Добрый день. Подскажите кельке чай, кошта. Паркетик, делай. Так, добро. Дайте, будь ласка. Во Львове супер, особенно люди. В жизни, в принципе, получалось так, что всегда встречал очень приятных людей, и Львов не стал исключением. Встретил просто как родного. Уровень культуры нравится и уровень свободы. Свободы гораздо больше. Гораздо больше. Тренер Светланы Тихановской в ораторском майстерстве расповел, чему и она пролекла доброй ораторке. Террористы – это не те, кто выходят на улицу на мирный протест. Террористы – это те, кто знает, что на небольшом расстоянии травматическое оружие убивает. Две руки працуют. Судовно. Вельми корыстная парада, когда человек жестоколит только одной рукой, и позволяет другой рукой жестоколивать коротким часом. Это позволяет больше воли, это делает жестоколиваться не такой мощной, не такой активной, а больше интеллигентной. Но к уроку со Святланы мы еще вернемся. Алексей Бурносенко уже три года живет в Варшаве. Он – администер в IT, бизнес-тренер, тренер в ораторском майстерстве, но на родине его больше ведут как режиссера, актора, музыку, дистворальника Шальмонского театра «Дыгрыза». Сделал свой театр, театральную труппу. Мы делали такую реконструкцию сегодняшней корональной культуры, где давали фаер-шоу, так называемые, огневые перфомансы. И очень сильно концентровались на белорусской традиционной культуре. Это такой вандровный среднейшний балаган. Мы могли там иженгливать, мы делали выступы на чудовах, мы танчали с народом, мы играли музыку. Мы всегда были в тесном контакте с людьми. Часом, когда создать наш репертуар, мы даже выезжали на графическую экспедицию. Например, энциклопедию традиционных танцев в Беларуси, которую мы выпустили для этого, мы ездили в экспедицию в Россионский район. Я открыл школу вагневых мастерств и выкладывал это мастерство. Мы в основном экспериментовали, потому что начинали мы в 2003 году прикладно, и тогда даже на Ютубе не было никаких роликов, не было всех школ включения вагню, никаких курсов. Зараблять можно было, но, на мою думку, не в Беларуси. И на протягу этих 15 лет мы примали решение протягивать, работать то, что мы делали. Это был тяжкий час, гроши хопало только на реквизит, на развитие театра, и трошечки на житие. И вот с этим кавалышком культуры, своей саблевой реконструкции, мы объездили всю Европу, трошечки Азию, и, да, сделали вельми доброе имя себе и нашей краине. Я мог бы себе назвать музыкантом-мультиинструменталистом, потому что я играю на перкуссии, баяния дуде белорусской, флейте, вистле, варгане, губным гармонику. Дуда, это для меня больше всего подобается. Я памятую эти первые эмоции. Это прикладно, как маленькому дитя дать игрушечный барабан. То есть, ааа, громкий хук, я могу это робить. Но не мастерством одином. Еще 20 годов тому, Алексей брал удел у белорусским оппозицийным руху. Зубр был вельми добро организованный. Он спробовал скопировать подыход отпора, подыход солидарности. Я у Зубры працавал в якости удельника правооборончай службы. То есть, моя задача была сочить на акциях, чтобы удельников наших не били, не ломали им костки, а именно виток арештовывали, чтобы все працавало по закону. Дальше ровно-белый. Я уперше неоху тут бачу. Я веду, на моем балконе есть, а в одном доме суседнем с моим так само мы бачили флаг. А тут, одразу коля офиса, супер. Зараз я сконцентровался на выкладческой деянности, и, маючи вельми великие дощечения у праце за аудиторией, я, минавито, тренер по мастерству публичных выступов, по ораторскому майстерству и так само по эдукационных техниках. Здравствуйте, господинцы! В конце концов, у нас есть следующая сессия у нас есть следующая сессия, и я очень рад, что все здесь видят. Одна из дополнительных идей это дать им какие-то практические таски, которые просто запрещают, что, вместо того, что слушают тебя, они просто коммуникают с другими другими. Миновито по навучению ораторскому майстерству извернулась до Алексея Светланы Тихановской. Коли Светлана починала, она была абсолютно обычным человеком, без досвяду политической працы. На початку она была вельми такая нерухомая на сцене, и это вельми дрэна, потому что отсутность рестикуляции перешкажает передать свою думку, перешкажает передать эмоции. И да, мы працавали минавито над этим со Светланой, это чудовно, просто... У якости студента она чудовный человек, вельми худко, вельми конкретно все лапы информацию, все выучаю, все одразу на практику выкрыстовы. И зараз уже бачно, что мне амаль не мачагу рабить. Вельми приемно. Я хочу задать вопрос каждому беларусу. Что мы заслужили? Страну для жизни или концлагерь? Так ци накш взаимопатрымка беларускага народа, и она уже изменила социал. Але, на жаль, я бачу так само инший вариант, кали самая активная знову кузьезжают, самые згвалченные, якие были больше за все избиты. И они просто зъезжают один за одним и состоятся силовики и роднеки. Я батьки, так званы. Кольки застанется людей в Украине? Один миллион, два миллиона, полмиллиона? Я не ведаю докладно. Однако, я згодный, что громадство уже изменилось. И все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова